всем привет друзья с вами варчик в патче 921 французские танки пополнится еще одной веткой тяжелых а именно с 8 по 10 уровень у нас будет такая вот ветка якобы бронированных танчиков у которых по сути броня во лбу будет нормальная борта будут ватные ну и орудия по сути будут хорошие но подвижность будет такая себе поворот на месте будет тухленький вперед танчики будут ехать так себе и увы но будет не хватать у всех будет увы на 8 градусов поэтому танки все вышли нормальные за исключением как обычно 8 левела 9 уровень хороший ну и 10 так себе по сути если вы хотели услышать только это то можно видос уже закрывать если хотите поподробнее то оставайтесь здесь итак начнем с 8 уровня начнем с орудий картошка придумала якобы фишку этой ветки том что можно выбирать пушку более дпм точную с более меньшей альфой с пробитием чуточку больше но можно выбрать более пушку альфовую с чуть-чуть меньшим пробитием и чуть-чуть косее на восьмом уровне предлагаются следующие пушки 100 миллиметровая и 120 миллиметровая 100 миллиметровая 300 альфа 232 пробитие бпшкой 263 пробитие алдой точность 034 сведения 3 секунды 120 миллиметровая 218 пробитие 400 альфа 036 точность 2 и 7 сведения по сути если вы собираетесь играть на бпшках то берете с альфой 300 если вы собираетесь играть на голде то берите с 400 альфой там пробитие на голде 325 вот принципе вся суть выбора орудия почему выбор основывается только на том на каком типе снаряда вы собираетесь играть а потому что пушки это это более-менее для восьмого левела нормальная но как обычно в на восьмом уровне пушку воткнули в кусок говна а кусок говна это весь танк орудие нормальное что то что то а сам весь танк кусок говнище но еще более-менее обзор 370 конечно не выдающийся но более-менее на восьмом уровне пойдет не самый слепой танк но все остальное это просто шляпа танк высокий броня просто дырище вроде vlds корпуса 100 миллиметров башня 250 во лбу но по сути они танкует вообще в корпус пробивается изи бэбэшками одноклассниками а на голове здоровенный лючок плюс еще у вены 8 градусов и через холм от рельефа играть неудобно поэтому получается что ну просто танк здоровенный не поворачивается еле едет просто какая-то дыра вот и получается что основа выбора орудия заключается только в том на каком типе снаряда вы хотите поиграть выбрали пушку для этого танка прошли его и продали тем более 8 уровень самый убогий и противный в этой игре идем дальше 9 уровня mx m4 мл е 51 здесь пушками тоже принципе никакой загадки нет здесь предпочтениях более дпм на из меньшей альфой преимущество просто очевидны пробитие 257 альфа 400 точность 034 сведение 2 секунды пробитие голдой 320 что же касаемо орудия с более большая альфа и здесь все принципе как-то отвратительно пробитие 242 альфа 470 точность 036 сведения 2 и 3 пробитие голдой 258 по сути здесь пробитие голдой на один миллиметр больше чем пробитие основным снарядом у менее альфовой пушки терять столько преимуществ ради 70 альфы но это бред поэтому с пушкой выбор очевид 120 миллиметровая с 400 альфой идем дальше куда же эту пушку воткнули ну по сравнению с восьмым уровнем пушку воткнули не в какашку здесь обзор 380 у вены те же 8 радусов ворочаться танк на месте тоже не очень удельная мощность 15 чуточку больше чем на восьмом уровне но все же танчик так себе ездит по поводу брони броня корпуса уже 180 с прям за один уровень 80 миллиметров на vld наклепали а броня башни вообще 300 немыслимых 300 миллиметров по сути у 10 уровня башня точно такая же разница только в 10 метров обзора между девятым и десятым уровнем dpm 2 500 принципе это танчик очень офигенный тупо во всем броня у него супер обзор хороший пушка охренительная броня я бы даже сказал на на лучшие на девятом уровне если брать солба а вот с борту все очень плохо 60 миллиметров борт корпуса и 80 борт башни причем они такие большие плоские что это просто ужас как же будет любить этот танк т49 это будет самая большая проблема этого танка да и арта в такой плоский танк с большими бортами будет легко накидывать но если нет арты нет залетного т49 то этот танчик танкует неимоверно лючков на голове практически нет броня во лбу вообще неимоверная 300 в башне это просто шок 180 влд ну такое бортом танковать на этом танке нельзя как в принципе и на восьмом уровне так и на десятом танк по сути мне очень понравился танк отличный единственное что не хватает этому танку чтобы быть просто охерительной импой это 10 градусов у вены так на самом деле стрелять не совсем комфортно в одном плане очень трудновато так подстроиться под выстрел чтобы и не давать себя пробить и самому наносить урон в этом плане конкуэрер на девятом уровне выиграют этого танка но у конкуэрера не такая жесткая броня там уже и влд около 150 да и башня 250 а здесь все намного толще но у конкуэрера 10 у вены и не такие жирные борта ватные этот танчик имеет право на жизнь он уже более интересный и по сути играбельный добавит ли картошка ему вены посмотрим я бы по сути поиграл бы на этом танке но скажу вам с уверенностью что через какой-то не сильно большой промежуток времени он бы мне надоел по одной простой причине в рандоме очень много фугасниц особенно этот бредовый т49 будет просто тысячами сносить этому танку если он будет меня крутить я не успею повернуться если он будет сидеть в кустах я его не пересвечу поэтому словить на тысячу это легко да и те же самые японские тяжелые танки да и арта очень сильно страдать от фугаса в этот танк будет точно так же как и мл е49 прям танк 8 его но здесь по крайней мере отличная пушка вот у мл е49 мне пушка еще не нравится то что она кривоватая а здесь пушка просто бомба стабилизированная точная с пробитием голда вообще охрененная по сути на этом танки уже можно играть чтобы до этого танка до качаться нужно пройти 8 левел а он просто ужасный и стоит ли качать этот танк если у вас допустим уже есть конкуерер вот я что-то сильно сомневаюсь что стоит страдать на восьмерке чтобы выкачать этот танк хотя броня у него конечно волгу офигенная но за другой стороны в бортах просто дыра поэтому я этот танк оцениваю как хороший он был бы отличный если бы у него не были такие большие ватные борта ну и у n и были бы хотя бы 9 градусов а так этот танк просто хороший переходим к десятке м4 мл е54 здесь по сути отличий по сравнению с девятым уровнем не сильно много в плане танка а вот в плане врагов которых мы встречаем достаточно много изменений и здесь имба на имбель ну просто жесть и много в принципе людей которые играют на голде поэтому играть на десятки мне показалось менее так сказать привлекательным чем на девятки потому что десятка как-то не сильно себя так жестко ощущает офигенным по сравнению с девяткой потому что враги которые на девятом уровне попадаются все же намного слабее чем на десятом уровне и если девятка попадается к десяткам то десяток всего лишь 3 либо 5 а если десятка попадается к десяткам то это 15 на 15 и все таки башня остается по сути одинаковая броня в корпусе у нас было 180 становится 220 обзор у нас был 380 становится 390 ну по сути по изменениям все удельная мощность у нас такая же 15 увн и те же 8 поворотливость не очень броня в бортах такая же плохая 60 корпус 80 башня ну и непонятно за что мы в такой ад каждый бой попадаем если танк практически такой же как и на девятом уровне зачем спрашивается нам качать десятку не сильно понятно если бы на десятом уровне у нас неожиданно появилась 10 радуса воины я бы еще подумал но у нас те же самые практически параметры но попадать мы будем все время в самое жерло вулкана давайте посмотрим теперь на пушки дпмная пушка у нас становится чуточку комфортнее пробитие 264 точность 033 сведения 1 и 8 не сильно лучше но чуточку лучше все циферки буквально там на одну десятую сотую подтянулись а вот что касаемо пушки с альфой здесь все возросло по сравнению с девяткой на много пробитие 250 альфа 560 точность 035 сведения 2 и 2 то есть на десятки на пушки с альфой уже играть можно но вот голдой пробить и здесь всего лишь 280 и это бы башкой то есть основной снаряд бб и голда бб по сути я честно говоря ну такое казалось бы на медленном танке выезжать и давать большую альфу это более простой и надежный геймплей тем более когда у вены 8 градусов особо не удобно каждый раз выезжать корячиться ради альфы 400 а 560 как бы выехал бахнул так бахнул хотя бы понятно ради чего выезжал но пробитие голдует 280 по сравнению с одни с остальными танками это ну не серьезно абсолютно и здесь опять какая-то загадка вроде казалось бы пушку с альфой хотелось бы выбрать но голдой тут особо 280 не по пробиваешь конечно если вы будете стрелять сверху вниз то достаточно большой ассортимент в лд будет пробиваться если вы будете стрелять сверху вниз ббшкой 280 но все равно если танки будут стоять к малубом то не сильно то по пробиваете те же самые пробития кумулями по 340 330 намного все жестче пробиваю чем ббшка 280 и разница пробития голдой в 50 это что-то сильно это сильно вот и получается что на десятом уровне как-то все не серьезно зачем идти на десятку если можно остаться в комфорте на девятке хотя я бы не сказал бы что десятка отвратительная но все же есть и поинтереснее машины как на мой вкус я бы поиграл на девятом уровне и принципе на нем бои остался но не охота качаться через убогую восьмерку тем более что это самый говняный уровень в игре вот и что делать непонятно такое ощущение что эта ветка просто какой-то обрубок ненужный и непонятно начинать не начинать и легче вообще просто забросить это дело и все посмотрим что будет на второй итерации теста возможно эти танки как-то переделают и что-то изменится с вами был варчик играть красиво пока